Шкоду Т25 Совсем дискомфортно По крайней мере мне так игралось Эти машинки я просто попытался проскочить Вот просто выкатывал, не выкатывал их в топ Что Шкода Т25 Что Т34-100 Что ТВП ВТЮ мне не зашли абсолютно И я их благополучно удалил из ангара Оставил себе только Шкоду Т50 И ТВП Т50-51 Безусловно Оставил у себя Обзоры на все эти танки вы можете посмотреть у меня на канале Ссылочка на плейлист будет в конце данного видео Давайте возвращаться К Шкоде Т25 Что можно о ней сказать Как я уже сказал я не выкатывал ее в 100% По одной простой причине Потому что она мне просто не зашла и не понравилась И честно говоря я не думаю Что открыв двигатель и открыв гусеницы Я прям увидел бы Перед собой машину которая заиграла Ну прям совсем новыми красками Как видите открытие ходовой Нам бы практически там Особо ничего не добавило В процентном соотношении Ну я бы сказал что не сильно много По крайней мере мне так кажется Если вы со мной не согласны Напишите в комментарии Скорость поворота корпуса Да окей там увеличилась бы Но мне до этой скорости поворота корпуса Дело было очень мало в бою Потому что брони у этой машины нет в принципе Поэтому поворачивайся не поворачивайся Как бы то есть ну Разве что получше подставиться Итак скорость поворота корпуса У нас на базовом двигателе Я бы сказал что не очень крутая Ну мне хватило для того чтобы выйти на следующий уровень Да и бог с ним Что касается орудия Вот орудия давайте обсудим более подробно Время перезарядки снаряда в магазине Составляет всего полторы секунды У вас есть три шота И за каждый шот вы накидываете по 160 единиц урона Согласитесь это ну прям совсем не вровень С шестерками средними танками Которые просто накидывают на цикличные пушки С перезарядкой там в 5-6 секунд По 160 единиц Вы же накидываете три раза За грубо говоря там три секунды Да то есть первый шот полторы секунды Второй шот полторы секунды Третий шот То есть по сути за три секунды делая три шота Вы наносите урона ну согласитесь куда больше Чем если бы были на цикличной пушке А вот дальше начинаются у этого танка проблемы Проблема заключается в том что вам на этом танке Дальше надо прожить 15 секунд А для этого танка это в принципе Ну чуть ли не героический поступок Урон в минуту составляет 1650 единиц Это немного для шестого уровня Ну опять таки по моему скромному мнению Но в целом окей Можно как-то терпеть Можно как-то играть Если бы не его картонная бронированность Я бы сказал что машинка была вот с такими Даже показателями пушки вполне нормальная Время сведения 4 и 7 Практически 5 секунд Я бы сказал это не очень бодренько Но это мы заценим с вами непосредственно в самом бою Куда в принципе сейчас и отправляемся Потому что больше говорить о танчике нечего Заценивать его бронирование Ну как бы бессмысленно бронирование практически да и нет Погнали в бой и посмотрим на что эта машинка способна Ну а главное мы с вами заценим Насколько сложно и насколько Я бы сказал так Морально болезненно вам будет Выкатывать следующий уровень И приходить с шестого уровня на седьмой Как я уже сказал лично для меня Шестой, седьмой и восьмой Левелы данной ветки Они оказались самыми неприятными Я бы даже сказал что это наверное Самые неприятные танчики Во всем дереве Ну если не брать да там совсем песок То в целом как бы Ну понимаете почему я себе не оставлял данную машинку Без поддержки данная машинка Она не может ровным счетом ничего И вот если бы Была возможность Выехать на кого-то допустим там Хотя бы один на один и раскидывать Тогда у машинки была бы какая-то своя изюминка Ну а так машинка честно говоря Живучая Только до тех пор пока вас кто-то прикрывает И только до тех пор пока в вас никто не стреляет Ладно ребят шутки шутками А давайте теперь по факту Подвижность у машинки в принципе Как для среднего танка согласитесь Довольно неплохая Поворачивается вправо влево Тоже довольно неплохо Под горку да Немножечко конечно не сильно вытягивает Но понятное дело Не топовый движок стоит Стояло бы топовое пихло Понятное дело что Игралось бы совсем по другому Что касается углов сведения Углы сведения комфортные Ими действительно очень удобно отыгрывать Единственное что Вам не всегда будет вестись непробитиями По вашей башне Поэтому углы сведения вроде бы и есть А в то же время Толку вроде бы и не особо Ну вот пожалуйста Откинув барабан в три снаряда Мне приходится уходить Очень-очень далеко Давайте заценим Точность Ну вот то что я говорил Что сведение Своей бодростью как бы Не отличается Да то есть Пока он сводится Но согласитесь Это можно блин Я не знаю На другой конец карты уехать На том квшнике Ну и в принципе Как я говорил Оставшись без поддержки Вы будучи полностью картонным Отправляетесь сразу в ангар Может я сейчас как-то неправильно сыграл Но блин Как на нем по-другому играть Если ты в принципе сам Особо ничего не можешь Оставаться на горке И пытаться эту горку Самостоятельно сдержать Там где два противника Да и плюс к тому С этой стороны набрасывают враги Ну как бы вообще не вариант Досматриваем бой Запрыгиваем в следующую каточку Ну и попробуем оценить Может что-то пойдет немножко получше Итак, братцы Закончился бой Закончился поражением 812 единиц урона И по результатам боя Мы заняли второе место В команде по урону Единственное что Я не могу сказать Что эта машинка Прям много набивает урона Соответственно То, что мы на втором месте Это не то, что мы классно сыграли Это просто команда Честно говоря Сыграла довольно-таки Хреново Итак, запрыгиваем в следующий бой И попытаемся заценить Машинку еще раз Пока мы это делаем Хочу попросить каждого из вас Кто смотрит видео Без подписочки Подпишитесь пожалуйста на канал В правом нижнем углу Есть желтый шильдик На который наведя мышью Вы в один клик Сможете это сделать Для вас секунда дела Для моего канала Реально Жизнь и продвижение Спасибо вам большое За благовременно Я буду стараться радовать вас Какими-нибудь новыми Интересными видосиками Я честно говоря На этой машине Никогда не любил Ехать на этой карте Вот туда под горку Потому что горка С собой подразумевает Что ее необходимо Либо захватить Либо ее необходимо Удержать Захватить Ну как бы Не с динамикой На базовом двигателе Это мне что-то подсказывает Что и на небазовом двигателе А на топовом Это все-таки Задачка Не из легких Для Шкоды Что же касается Удержать Удержать не в смысле Когда захватила В смысле не дать врагам Перекатиться туда Это тоже задачка Не из легких Потому что Броня Ну я бы сказал Не из лучших Возможно там Отыгрывать Как-то от башни Вот в такой вот Позиции Так что прилетали Рикошеты С учетом Сведенки Но в целом Ребят Ну не сильно Приятно Конечно Отыгрывать На этой горочке Я понимаю Что возможно Какой-нибудь Другой Обзор Вы хотели Увидеть Хотели увидеть Как-то машинка Классно заезжает Нагибает Накидывает Все ее боятся Что она там Наносит По 2-3 тысячи Урона Но ребят Это честно говоря Не тот танк На котором Даже возможно Заснять Такой обзор А даже если Возможно То к нему необходимо Готовиться Отыграть Огромное количество Боев Ну прям Несметное количество Боев Для того чтобы Получить хоть какой-то Нормальный результат Ну и соответственно Вырезать вам Из всех этих Десятков боев Хотя бы Один В котором Будет показано Что-то реально Стоящее Ну и возможно Даже захватывающе Красивое Вот сведение Возвращаемся К теме Не хватает Время перезарядки Магазина Пойди проживи Не знаю Честно говоря Как вам Этот танчик Если вы уже Его отыграли Напишите пожалуйста В комментариях Мне честно говоря Танчик Ну Не зашел Прям Совсем Совсем Я вообще Честно говоря Не любитель Всех этих Цикличных Барабанов Мне или дайте Нормальную Цикличную Пушку Либо дайте мне Барабан С дозарядкой В этом же Орудии Я честно говоря Позитив Вижу только Один Ну да Наверное Я собрал Два Позитива Первый Позитив Это однозначный Скорость Отбрасывания Снарядов Между собой В магазине А вот Позитив Второй Он как бы Спорноватый Точность у Орудия Хорошая Вопросов Нет Есть вопрос Другой А успеваешь Ли ты Свестись Вот как В этой Сейчас Ситуации Для того Чтобы кинуть Точный Шот Согласитесь Но Точное Орудие И точное Орудие Которым Быстро И точно Можно Откинуть Это Как Говорится Абсолютно Две Больших Разницы Ну Ну Вот В принципе Оставаясь Вот Такой Вот Ситуации Игровой Делать На этой Машинке Дальше Особо Нечего Потому Что Когда Ты Остаешься Сам Твои Шансы Они Просто Таки Тают На глазах Ты особо Сделать Ничего Не сможешь Потому Что Пока Ты будешь 15 Минут Ну да По ощущениям 15 Минут Пока Ты будешь 15 Секунд Перезаряжаться Тебя Просто Вынесут И так Ребят Пробили Нас В нижний Бронелист Пробили В верхний Бронелист Я бы еще Показал Куда Нас В башню Пробивали Но Она Зараза Далеко От нас Отлетела Досматриваем Бой Выходим В ангар И будем Суммировать Ну что Давайте Заценивать Результаты Этого Боя 1015 Единиц Урона Знак Классности Третьей Степени Вообще Непонятно За что Но Наверное Потому что Машинка Такая Ну и Давайте Будем Смотреть Нашу Результативность В команде Вот мы В серединке Это то что я Говорил Что В прошлом Бою Когда мы Были на втором Месте По урону Это не заслуга Наша Это не мы Офигенно Отыграли Это не танчик Офигенный Поэтому второе Место По урону А это потому что Все остальные Отыграли гораздо Хуже Включительно Отыграли Существенно Лучше Чем Наши Союзники В прошлом Бою Они сделали Все что От них Было Возможным Получить И мы же Согласитесь Не сильно Далеко ушли И Шкода Она вот так И играется Я понимаю Что обзорчик Получился Унылый Я понимаю Что хотелось Увидеть Какой-то Драйв Я не знаю Там Нагибающие Боевые Ситуации Но Такова Правда Жизни И смерти Шкоды Т25 Это проходной Танки Я уверен Что вы не оставите Его у себя В ангаре Ради фана Может в коллекцию Я не знаю Хотя что тут Коллекционировать Вообще непонятно Безусловным Плюсом является Скорость Перезарядки Снарядов В магазине Ну и все Ребят На этом Плюсы Заканчиваются Точность Орудия Классная Только если Вы полностью Свелись А с таким Временем Сведение Унылым Ну о какой Точности Можно говорить Если вы В принципе Не успеете Нормально свестись И сразу Начнете Отхватывать От противников Ну разве что Кого то В корму Раздамаживать Но какую нибудь ПТшку Которая Не может К вам Вовремя Повернуться Вот и все Прелести И то За то время Пока вы Два раза Сведетесь Она соответственно Повернуться Уже Успеет Это был обзор На Шкоду Т25 Насколько бы Унылым Он не был Насколько бы Унылым Не была Сама машинка А заценить Ее стоит Потому что Один из шагов Которые вас Ведут К десятке В любом случае Необходимо Заценивать Для того Чтобы понимать Чего ожидать От игры На этой Веточке Всех благ Всего хорошего Возвращайтесь на канал Подписывайтесь По желтому шеридику В правом нижнем углу Буду вам безумно благодарен Ну и как обычно Мира вам И спокойствия